вот такие у меня помощницы они мне помогают не только собирать яйца но и убирать вместе с ними мы только что почистили курятник летом я чищу каждую неделю а осенью немножко пореже но так как у нас были дожди и они с лапами заносят очень много туда мусора грязи поэтому я ищу чищу конечно для того чтобы куры хорошо неслись зимой и чтобы им было тепло зимой я подстилку не выношу а настилаю сверху и помет соединение с соломой создает каких-то нам пару градусов дает все-таки для подогрева курятника когда будет мороз как только начнутся морозы подстилку я вычищать не буду а пока что вот так вот сейчас буду застилать чистую подстилку разгребли мне уже все помощницы мои все застилаю и потом вам покажу что у меня получилось и Продолжение следует... Продолжение следует... Теплица, бок теплицы, закрывает от ветра. И получается здесь такое вот очень хорошее место, тёпленькое, без сквозняка, без ветра. Ну, то, что надо для баклажанов. Но, к сожалению, каралатские жуки здесь ждут, сидят, когда я высажу баклажаны. Поэтому я делаю несколько лет перерыв. То есть несколько лет на это место специально баклажаны не сажаю. И поэтому в этом году я здесь хочу посадить чеснок. Как раз это такое место, которое, когда вспахивает трактор огород, этого участка, естественно, не касается. Сюда трактор не заезжает. Поэтому под зиму очень хорошо можно здесь посадить чеснок. Приступаю к посадке. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Теперь насыпаю удобрение Экоплант. И обязательно любое средство от личинки майского жука. Как оказалось, чеснок, личинка майского жука, очень любит и может просто съесть весь урожай. Ну, а теперь немножко скажу пару слов о посадочном материале. В этом году чеснок я буду сажать и свой. В этом году чеснок я буду сажать и свой. И вот немножко обновляю свой чеснок. Купила двух сортов. Вот такой. Вот такой. Вот такой красивый. Смотрите. Вот такой красивый чеснок. Вот. Сразу скажу. Сразу скажу, название сорта чеснока меня не интересует. Меня интересует внешний вид чеснока. Я вот смотрю по виду. Нравится мне такая головка. И я покупаю чеснок. Это, можно сказать, единственный такой овощ, который какой посадишь, такой и выкопаешь. То есть, чем лучше и крупнее будет зубочек, вот такой у вас и будет урожай. Заранее чеснок я никогда не чищу на зубчике, а прямо перед самой посадкой. Вот у меня уже готова лунка. И сейчас я это быстро почищу и буду высаживать. И хочу показать еще вот. Купили вот такой чеснок. Это один зубок. Вот этот чеснок я посажу отдельно и буду смотреть, какой он вырастет. Вот такие два зубочка. Все, я приступаю к чистке чеснока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну вот так вот раскладываю. Вот приблизительно на вот таком расстоянии, на расстоянии таком, какой вы хотите чеснок. Вот какого размера вы его хотите, вот на таком расстоянии вы его и сажайте. Я вот так вот сажаю. И теперь остается только засыпать землей и все, посадка чеснока. Ничего сложного в этом нет. Я особо не заморачиваюсь с посадкой чеснока. Все очень быстро. И мне главное, чтобы это мало занимало времени. Все. И теперь можно засыпать землей. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Все. Я продолжаю дальше держать. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok Вот такая красота получилась у нас Курочкам очень нравится Сухо, чисто Вот так вот Курочкам очень нравится Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok